МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я уверен, что многие из вас ответят, что если музыка, то душевная, если песни, то о любви и, конечно же, о счастливой. И сегодня у меня в гостях артист, который создает именно такую музыку. Автор и исполнитель, член Союза музыкальных деятелей, член Народного клуба поэтов и композиторов «Живица», музыкант, певец, артист Валерий Коняхин. Давайте его встречать! Не бывает жизни без любви, не бывает радости без скуки. Ты меня всегда с собой зови, протяни мне ласковые руки. Ты вернулась снова на века, и с тобой весна любви вернулась. Зимним сном укрытая река С чувством заиграла и проснулась. По дороге жизни мы идем Осенью, зимой, весной и летом В общем притяжении земном Верность и любовь храним при этом В общем притяжении земном Верность и любовь храним при этом Полюбил, люблю, навеки твой Наша жизнь, как яркая картина Без тебя всегда я сам не свой Подари мне дочь и с нею сына Не бывает жизни без тревог Без сомнений, чуть не полу счастья Пройдено с тобою сто дорог И любовь над нами только властна По дороге жизни мы идем Осенью, зимой, весной и летом В общем притяжении земном Верность и любовь храним при этом В общем притяжении земном Верность и любовь храним при этом По дороге жизни мы идем Осенью, зимой, весной и летом В общем притяжении земном Верность и любовь храним при этом В общем притяжении земном Верность и любовь храним при этом Верность и любовь храним при этом Верность и любовь храним при этом Друзья, Валерий Коняхин Сегодня у нас в гостях И спешу заметить Во-первых, привет Привет, Александр Как доехал из столицы? Прекрасно доехал Даже не успел глазом моргнуть Как уже кажется, что столько километров быстро Действительно, несмотря на все метели и снега Абсолютно Прекрасная дорога Четыре часа и раз Да, да Минск, Гомель, нормально Как по городу проехал Вот смотри, спешу заметить Что это твой первый визит в нашу студию А вообще вот с Гомелем Тебя как-то связывает там Личная жизнь, творческая биография Творческая биография меня связывает с Лоевым С областью Дело в том, что Дима Брегет живет Он мой аранжировщик Он мой видеорежиссер Все афиши Все видеомонтажи Клипов, в том числе и клипы, которые будут сегодня Все делает он Монтаж, сведение, мастеринг всех песен, которые в дисках записаны Даже вот эти вот все обложки Все создает Дима Брегет Настолько хороший человек Безотказный Даже ночью ему пишу в два часа ночи Дима, прости, что я тебе поздно пишу Но пришла идея Да, он тут же как-то так быстро В этих современных программах Раз еще и пришлет ночью Ну вот смотри Сегодня у нас немножко другая задача Так как ты у нас впервые в студии Дебют, премьера Можно так сказать Наша главная задача Познакомить зрителей наших с твоим творчеством И вот первый вопрос к тебе Так кто же такой Валерий Коняхин? Валерий Коняхин Это автор-исполнитель собственных песен Потому что я пишу и стихи, и музыку Но я благодарен судьбе Что я как артист Имею замечательных поэтов Потому что, ну, мне 27 лет И я не имею такого большого жизненного опыта Чтобы написать такие сильного, глубокого содержания И с глубокой мыслью стихи А у меня есть такие поэты Как Елена Хоровец Как Константин Цибульский Как Елена Раткевич Владимир Супранович Татьяна Волкова Это вот мои основные поэты Сильные, благодаря которым я имею хороший авторский свой репертуар Для артиста крайне важно найти своих авторов Очень важно Видеограф есть, режиссер есть Поэты, музыканты, которые с тобой работают Которые создают тебе музыкальный контент Все есть Но я хотел бы вернуться на много-много-много лет назад А с чего началась вся твоя музыкальная история? Музыкальная история началась с того, конечно Если говорить о том, что я когда-то закончил музыкальную школу По классу фортепиано То даже мысли у меня не было Что я, если бы мне кто-то сказал Даже еще 7 лет назад Когда я пел в кабаках Валера, ты станешь артистом Ты будешь выступать профессионально Делать свои сольные концерты Писать песни Я бы сказал, ребята, у вас, по-моему, крыша поехала Это не про меня Я бы в жизни не думал Что я когда-то стану победителем Что я буду достигать определенные ступени В творческой жизни Послушай, ну а для чего ты тебя в музыкальную школу По классу фортепиано все же отправили учиться? Ну, я был музыкальным С детского сада Ну, как идет обычно Детский сад Там, где музыкальный руководитель слышит Так как я и сам музыкальный руководитель На сегодняшний день Ух ты! Да, но я уже не работаю Но я отработал много лет в детском саду И когда у тебя группа Естественно же ты слышишь Кто из этой группы доминирует Попадает в ноты Естественно Если есть музыкальные кружки Ты отбираешь детей на индивидуальные занятия А там уже тебе, как педагогу, становится все понятно Со мной была когда-то такая же история И моей маме посоветовали Заведите его в музыкальную школу Конечно, сразу было потеряно 4 года Потому что я был на классе скрипка И так как я И до сих пор у меня это С детства я очень привязываюсь к друзьям К людям, к педагогам Умерла учительница по классу скрипки И я сказал Больше я в музыкальную школу не приду Хлопнул дверь и ушел Вызвали мать Сказали, что Жалко мальчика Потому что много лет Мальчик талантливый слух Давайте попробуем его перевести на какой-нибудь другой предмет Потому что сольфеджио сольфеджиом Хор хором Но а спецпредмет? Ну и перевели меня на фортепиано И так я вот и закончил Ну хорошо, но потом Про музыкальную карьеру Если я правильно понимаю После музыкальной школы ты забыл Или все-таки музыка продолжала присутствовать? Музыка продолжалась Ну как она продолжалась? Появился интернет Там, где мы скачивали Еще помню Эти карточки были Интернет-карты Интернет-карты Покупали в киосках По этим интернет-картам Скачивали минусовки Твоя музыкальная карьера Если интернет выдают верные сведения Начинается с 2015 года Да Это уже профессиональная сфера Когда я уже стал себя заявлять Как автор Исполнитель Когда я написал первую свою песню Вот тогда у меня все и началось А так это было Называется самодеятельно Я еще пел в ансамбле Ширость Самодеятельный коллектив Где руководителем была профессионалка Солистка Белгосфилармонии Екатерина Болотовская Но это был коллектив Самодеятельный Ну вот так вот и пел А потом уже я стал себя заявлять везде И вот так вот потихоньку Потихоньку Я пришел Сегодня ты Ну несмотря на то, что работаешь Со многими авторами И композиторами И поэтами Ты пишешь песни И сам Да А вот когда понял, что Не можешь не писать И обязательно о том, что пишешь Ты должен спеть Вы знаете, что Я хочу сказать, что Когда я стал работать с профессионалами Когда я стал работать с Надеждой Микулич Конечно, у меня в репертуаре Кроме перепевок ничего не было Но когда я понял Что такое твоя песня И когда подаешь ее ты Кого ты перепеваешь? Киркорова, Пугачева Кто ты такой? Ты на эту песню не имеешь никаких прав И где ты можешь заявиться? Перепевку споет каждый А зачем ее петь, когда Она уже, эта песня звучит Но когда я написал первую песню И понял, что я должен писать сам Потом у меня, когда появились поэты Что я понял, что Лучше стихи уже На дальний план отодвинуть И обращаться действительно К профессионалам, поэтам Но музыку пока пишу сам К своим песням Ну, ни много ни мало Уже вышел твой третий диск Кстати, он здесь Не нашел я его Вот это вот был первый авторский Вот это второй авторский А третий я выпустил Но они идут в продажу Но дома у меня его не оказалось Как обычно Ну вот, как говорится, сапожник Как обычно Но я по-любому сделаю, чтобы была история Давно не было музыки в нашем эфире Следующая композиция О пошне журавель Буквально несколько слов Что это за... Тоже благодарю свою судьбу Что появился в моей жизни Такой очень достаточно сильный поэт И полковник милиции в прошлом Константин Цибульский Который, вот благодаря его У меня появилась эта песня Музыка Владимир Будник О пошне журавель Когда я услышал эту песню У меня просто все Она настолько легла мне в душу Я ее пою на своих концертах И очень благодарен авторам Споешь прямо сейчас у нас в студии? Валерий Коняхин с композиции О пошне журавель Продолжает наш эфир После продолжим нашу беседу Душливо плача лес Листот и карусель Дороги из стяжинки Замятая О пошне журавель О пошне журавель У края белорусским помирает С перобитым крылом Не достать заблок Маязвычай стролляц Человечное зло И вся бровь не чутно За морами яны Но мне помирать Где голосят званы Калючая зима С перобитым крылом С перобитым крылом Не достать заблок Маязвычай стролляц Человечное зло И вся бровь не чутно За морами яны Но мне помирать Где кричать Груга Маязвычай стролляц С меропитым крылом не достать стопло, Моет с высшей стрелять человеческое зло. И с обромы чудно заморабияты, Но мне побирать, где лузят звоны. Напомню, что это музыкальная среда. В гостях у нас сегодня великолепный артист И просто хороший человек Валерий Коняхин. Знаешь, что я еще нашел в интернете, Когда готовился к этому эфиру? Правда ли, что на четверть у тебя цыганские корни? Ну, так получилось. Так получилось в моей жизни, Что у меня не только цыганские, У меня и немецкие, и казачьи, и белорусские, и русские корни. Но я хочу сказать, что русские корни казачьи, Это где-то какая-то интеллигенция, И вот этот вот потенциал, А цыганская кровь на 20, Потому что моего папы мама цыганка. Идут именно вот эта вот яркость, Костюмы, вот этот вот лоск, Эта любовь. Боже, я как вижу бордовый цвет, У меня настроение сразу появляется, золото. Ой, лошади, это вообще. Правда, я боюсь на них скакать, По определенным причинам, Со спиной, со своей. Но я очень люблю яркую, Красивую жизнь, красивых людей, Красивую атмосферу, Красивый интерьер, обстановку, Музеи, театры, Там, где вот, ну вот, яркость жизни. Ну, про интерьер поговорим Чуть позже и отдельно. Есть у меня информация, которую Также мне удалось разыскать. Мы продолжим изучать твои цыганские корни. Часто ли обращаешься к цыганской музыке, Когда готовишь какие-то свои композиции, Какие-то свои новые творческие проекты? Я хочу сказать, что я в прошлом году Сделал концерт свой сольный. Я каждый год провожу в конце года, Традиционно объезжая всю Беларусь, Потом уже делаю в Минске Свой концерт авторский. И думаю, как же мне... И я решил, жизнь моя цыганская. Я сделал этот концерт, В котором принимали участие Цыганские коллективы, Цыганские сольные артисты. Иван Буслай, к примеру, да, У меня был Алексей Ром, У меня был танцевальный цыганский коллектив. Очень был сильный концерт, Но я сделал, чтобы это было интересно, Зрителю цыганско-эстрадную шоу-программу. Первый блок у меня был цыганский, Второй у меня блок после антракта Был эстрадный. Был полный аншлаг, И концерт прошел на одном дыхании. Естественно, когда выходит цыган на сцену, Зал просто. Иван Буслай там всех положил на обладки. Ну хорошо, а цыгане в зале были? В зале... Я не знаю, кто был из зрителей, Но может были, может быть не были. Ну, я думаю, что цыганское творчество... Потому что афиши-то висят по всему городу. Я к тому, что, скажем так, Например, те же представители цыганского табора, Тот же цыганский барон, Ну как-то... Поддерживаешь ли с ними связь? Что говорят о твоем творчестве? Я скажу. Дело в том, что мое детство прошло абсолютно С русскоязычными людьми, И с цыганями я никогда не был связан, Никогда не поддерживал с ними никакого общения. Поэтому цыганский язык я понимаю, Но на цыганском языке я говорить не могу, Потому что я его не знаю. Но понимать, понимать. А когда мы готовились к этой программе, Когда камеры еще были выключены, Ты упомянул о том, Что веришь гадалкам, И сам владеешь этим даром. Кто научил? И причем, вы знаете... Правда ли, что он по наследству передается? Правда. Песня «Гадалка» у тебя появилась, Я так понимаю, тоже не просто так в репертуаре. Да, не просто так, между прочим... Это дань цыганской культуре, цыганским традициям? Да, это вот посетила моя поэтесса Елена Хоровец, Мой концерт, и после концерта написала песню, А она тоже цыганских кровей, Это Елена Хоровец. И она настолько прочувствовала какую-то тему, И незримой нитью прошила, Ведь там есть строчка «Взглядом страстной любви о колдовом, Мне так хочется быть окольцованным». После того, как эта песня появилась, У меня же свадьба была. Тоже пророческая песня получилась. Да, пророческая песня в моей судьбе. Я ей настолько благодарен. Она тоже очень чуткая. Она не гадает на картах абсолютно. Но она без карт, может сказать, Намного лучше, и она очень чуткий человек. И рыба по гороскопу. Мы, я думаю, уже этой композиции Так заинтриговали наших зрителей, Что пора ее уже исполнить в нашей студии. Конечно, с большим удовольствием. Композиция «Гадалка» в исполнении Валерия Коняхина Продолжает наш эфир, Ну а после мы продолжим наш разговор. Раскинь ты карты всех мастей. Да, нагадать успей, гадалка Для жизни радостных вестей. Коль слов удачливых мне жалко, Растай в червовую мне масть, Да и даму страстную молодую, Да зацелую ее всласть. И лаской нежно забалую Взглядом страстной любви околдованным. Мне так хочется быть окольцованным. Нагадай мне сегодня, гадалка, Счастья столько же, сколько не жалко. Да если надо, обмани, Ведь краски слов рисуют благо. И в душу срочно загляни, Ты взглядом опытного мага, К удаче все сведи пути. В одну единую дорогу, Чтоб в свой шатер я смог войти, Приняв затем судьбы под ногу, Любви ответной нагадай. Дорогу к счастью некрутую, Мои желания угадай, Жизнь подай мне удалую. Взглядом страстной любви околдованным, Мне так хочется быть окольцованным. Нагадай мне сегодня, гадалка, Счастья столько же, сколько не жалко. Да если надо, обмани, Ведь краски слов рисуют благо. И в душу срочно загляни, Ты взглядом опытного мага. Ай, давай, давай, гадай, Сто-долларовая моя, Да всю правду скажи, Ай, моя красивая. Любви ответной нагадай, Дорогу к счастью некрутую, Мои желания угадай, Жизнь подари мне удалую. Да если надо, обмани, Ведь краски слов рисуют благо. И в душу срочно загляни, Ты взглядом опытного мага. И в душу срочно загляни, Ты взглядом опытного мага. Для тех, кто только что присоединился к нашей компании, напомню, что это музыкальная среда. В гостях у меня сегодня великолепный артист, певец, композитор, музыкант Валерий Коняхин. Продолжаем наш разговор. Буквально недавно состоялся большой концерт Ко дню всех влюбленных, В котором ты также принимал участие. Ну, кроме этого, великолепная Светлана Агарвал Там выступала. И Надежда Микулич, моя дорогая. Это легенда, по-моему, белорусской эстрады. Вот ты уже упомянул, Хотелось бы развить эту тему. То, что с Надеждой Микулич Тебя связывают большие творческие дела. Я скажу больше, что не было бы Валерия Коняхина, Если бы Надежда Микулич Меня не взяла под свое крыло, Как просто Примадонна. Просто как человек, Который имеет большой, огромный опыт. И человек, который абсолютно лишен чувства зависти. Лишен чувства такого вот какого-то, знаете, Вот там что-то не то. Она так скажет, Вот тут не так, вот тут не так, вот тут не так. Пока не сделаешь, все. И вот репетируемые, Даже был сольный концерт, дуэтная песня. Так, приди на репетицию. Так, текст выучил, так, я хочу. Восемь раз, наверное, я приходил. И вот мы спели дуэт, И получилась потрясающая песня «Любишь, не любишь». И я хочу сказать, что я очень ей благодарен, Потому что она меня брала на все свои концерты. Она меня не ставила в свои концертные программы, Она просто давала мне возможность смотреть, На вот эту профессию, на сцену, на жизнь, Сцены, на которой работают истинные профессионалы, да, И впитывать это. И замечания делать мне, И на что обратить внимание. Я ей очень благодарен. Мы уже много лет. Семь лет мы знакомы, И я ей очень благодарен за ее, Вот это вот, что она мне передает свое мастерство. Она крестная мама на белорусской эстраде. Чему в основном учишься у таких вот мэтров, Как Надежда Микулич? Я стараюсь прислушиваться ко всем замечаниям. И очень вот все-таки с годами раньше Сделаю замечание. Ой, ой, ой. А уже вот кажется, да, 27 лет молодой. А вот у каждого года Своя какая-то мысль, Своя какое-то восприятие той темы. Раньше ты это так воспринимал, А сегодня ты уже эту же тему Обдумываешь абсолютно по-другому. И я хочу сказать, что Я Очень рад, что я Прислушиваюсь, потому что Без Вот этих вот замечаний Не будет качества. Ну вышел, что такое Голос, что такое талант? Это 50% природы, Этого мало. Над этим надо очень много работать. А как ты будешь работать? Ты должен профессионал с тобой работать, У которого уже большой стаж. Который смотрит на тебя, Как вот дно ты видишь через чистая вода, Ты видишь ее через огромный слой, Видишь дно. Так и профессионал, он тебя видит насквозь. Тут шаг неправильно, Тут двигаешься неправильно, Тут не на опоре спел, Тут длинная фраза дыхания не хватило, Тут где-то Верха, значит, на мелизмах поешь, Там, да, на фальцете, Там, там все. Очень-очень много тонкостей. Я хочу сказать, что Очень еще много работы со мной. Я не могу сказать, что Ах, я такой великий артист, И давайте уже меня везде ставьте. Конечно, надо работать, И я готов работать. Кстати, а вот на твой взгляд, Какой музыки, даже никакой музыки, А чего сегодня не хватает зрителю? На твой взгляд, с твоей точки зрения? На сегодняшний день, по-моему, Если брать Советский Союз И сегодняшнее время, То зрителю Хочешь себе попса, Хочешь тебе пчела-пчела, Вот, с двух слов песни. Что хочешь сегодня? Хочешь рэп, хочешь блатные песни, Хочешь с нецензурной бранью, Кнопку в интернете нажал, И любая песня. А зрителю сегодня, К сожалению, Молодому зрителю нравятся песни, В которых, вот, потанцевать, В которых нету смысла. Вот им это нравится, Клубные песни. Так я послушал, у меня волосы дыбом стали. Ведь я тоже молодой, да? Но в моих песнях, Вот, если зайдут зрители И наберут Валерий Коняхин в интернете, Во-первых, все мои песни Можно скачать. Не на соцсетях где-то лазить, А просто в открытом интернете. Скачать все песни Валерия Коняхина. Или слушать все песни Валерия Коняхина. Ютуб-канал также зайти. Валерий Коняхин канал набрать. Ни одной песни у меня нет, В которой нет темы и рассказа. Причем смысл и сюжет в песне. А тут, как послушаешь, Ну, просто деградация, я бы сказал бы, громко. И что-то надо с этим делать. Да, надо с этим делать. И я хочу сказать, Возвращаются песни с Советского Союза. Делаются новые аранжировки. Делаются новые обработки песен СССР. И они звучат без них никуда. Потому что люди... Тогда было читающее поколение. Тогда не было вот этих гаджетов. Люди настолько полностью погружались В интеллектуальную среду. И благодаря этому хиты и песни, Которые звучат по 30, по 40, по 50 лет. И по сегодняшний день. И будут звучать дальше. Я хочу сейчас сделать еще одну музыкальную паузу И посмотреть один из твоих видеоклипов На композицию «Моя отчизна Беларусь». Буквально несколько слов об этой песне. Ну, я решил эту песню сделать Как отчет перед собой. И так как я автор и музыки, и стихов, Внести в текст ту символику, Благодаря которой... Я родился в Белоруссии. Я стал в ней артистом. Я стал мужем и отцом. И моя любимая Беларусь, Мой любимый белорусский народ, Который меня полюбил, Мое творчество, мои песни. И я решил без всяких вот этих вот Компьютерных обработок Снять этот клип именно на природе. Ян Гурлев снимал видео. И получился вот такой клип. Я думаю, зрителям понравится. Давайте посмотрим, А после вернемся в эту студию И продолжим наш разговор. Белоруссия Чистым ветром дышу. Белорусские песни Так душевно звучат. И глаза цвета неба У парней и девчат. Мы все с вами едины, Мы большая семья, Мы возьмем лучи в солнце И подарим друзьям. Наши песни не могут Никогда устареть, С ними будем моложе, С ними будем моложе, Если будем их петь. С ними будем моложе, Если будем их петь. Утром рано я встану, По росе пробегусь, По росе пробегусь, Из колодца водицы И я хрустальной напьюсь. Что еще в жизни надо, Чтоб счастливым мне быть, Жить с открытой душою И друг друга любить. Мы все с вами едины, Мы большая семья, Мы возьмем лучи в солнце И подарим друзьям. Наши песни не могут Никогда устареть, С ними будем моложе, Если будем их петь. С ними будем моложе, Если будем их петь. Беларусь, наша гордость, И надежда моя, Добротой согревает И тебя, и меня. Не найти больше в мире, Нам милее земли, Где-то греки прозрачны, И чисты родники. Мы все с вами едины, Мы большая семья, Мы возьмем лучи в солнце И подарим друзьям. Наши песни не могут Никогда устареть, С ними будем моложе, Если будем их петь. С ними будем моложе, Если будем их петь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Визит. Режиссер-постановщик, заслуженный артист Беларуси Сергей Ковальчик. Гомельские театралы уже успели по достоинству оценить, дать высокую оценку этой постановке. Валера, а часто ли ты бываешь в театрах? Вы знаете, что не хватает мне вот этой духовности. Концерты, концерты, песни, песни. А вот думаю, ну надо сменить обстановку. Просто сходить куда-нибудь и посмотреть театр. Конечно. И редко получается в связи с загруженностью. Но как только я нахожу время, я могу посетить какое-нибудь мероприятие с большим удовольствием. Трагедии или комедии? Комедии, конечно. Есть ли любимые актеры в белорусских театрах? Андрей Душечкин. Вот мне очень нравятся его спектакли. Но я хочу сказать, что большой минус, то что... Вот ты пришел в зал, ты посмотри, обалденный сюжет, все. А не знаешь, кто был на сцене. Вот этого не хватает. Программка для этого есть? Да, есть программка. Не всегда она есть, программка эта. Вышли все на сцену, поклонились. А кто поклонился, непонятно. Никогда не было у самого желания попробовать себя на театральных подмостках? Было. Было даже в фильмах сниматься, возможность было. Но в один прекрасный момент я понял, что для меня это будет очень сложно. Сложно не сыграть. Ведь я играл такие роли и отрицательные роли в детском саду, как музыкальный руководитель, кем я не был. От Лешева и Баба-Ягой и Дедом Морозом, кем я только не был. Но выучивать тексты для меня это было сложно. Я не взял на себя такую ответственность. Там, где досконально нужно все делать. И я решил, что пусть я буду делать, нести как автор-исполнитель, как артист, а уже не отклоняться дальше. Отлично. Еще одна новость. На днях состоялось большое спортивное мероприятие. Гомельская лыжня 2021. Огромное количество поклонников лыж присоединились к этому снежному марафону. И, кстати, с погодой повезло. Как говорится, мороз и солнце. День чудесный и, плюс ко всему, здоровый образ жизни. Какие виды, зимние виды спорта или досуга активного тебе наиболее симпатичны? Вот, которые были и названы лыжи. На коньке я всю дорогу смотрю, как у нас же Света огорвал, кстати, на коньках прекрасно катается. Я тоже, извини, поквастаюсь. О, ну молодцы. А я вот смотрю на коньки, мне страшно. Мне страшно не из-за того, что я упаду, а то, что я получу травму. И потом у меня будет парализована вся моя деятельность. Ладно, пообещаю, как-нибудь скооперируемся со Светланой Огорвал, преподнесем, преподадим тебе мастер-класс, и ты у нас встанешь на коньки. Ну да, с вами точно встану. Но я хочу сказать, что лыжи, лыжи, конечно, да, это класс. Скажи, а ты сказал, что песня «Гадалка» таким же образом повлияла на твою биографию. Ты нашел свою жену сейчас? Да, мы были вместе много лет, но когда я уже решил, что точно я готов уже быть мужем, ну как положено, и семью вести, и быт вести, я сделал ей предложение в новогоднюю ночь. Символично. Да, год назад, уже почти, ну второй год пошел. Вот она, конечно, согласилась. В марте месяце у нас была свадьба. От 20 августа у меня родилась прекрасная дочь Алинушка. Это солнышко, которое радует в любую погоду, пасмурную, ясную. Приду домой уставшей. Она как улыбнется, думаю, боже, какое счастье быть отцом. Такая дочка, красивая. Обычно дети такие, ну, а у нее и губки, и носик этот кукольный. Ну, такая дочка. И когда мне говорили, что твоя, когда у тебя будет ребенок, он будет самым-самым красивым. Я так думаю, ну как это, ну я же вижу красивый или некрасивый. Ну, она очень красивая. Таких красивых детей, как она, я не знаю. В артистке будешь ее готовить? Обязательно она должна получить. Должна. Я делаю акцент на этом. Она должна получить. Я не говорю, что она должна стать артисткой. Это не дай бог. Это такой тяжелый, тернистый путь. Это надо такую иметь титанические нервы, такую выдержку духовную. И готовы быть ко всему, к любым унижениям, к любым там полностью. Это очень тяжелый путь. Но музыкальную базу для себя, как минимум музыкальную школу, она должна получить. Музыки для себя. Кто знает, как может повернуть время? Время может быть очень удачное, а может быть очень неудачное. Ведь посмотрите, да, высшее образование, бухгалтера, юристы. А сколько их? И работают все, кто в магазине продавцом, кто еще где. Поэтому... Ну, продолжим о творчестве. Я вот все плавно подвожу к одному номеру, к одной композиции, которая называется «Друзьям». И, насколько мне известно, не просто так появилась эта песня в твоем репертуаре. Не просто так. Меня совесть заела. Меня заела совесть то, что я уже сделал не одну свою авторскую программу и объехал с ней по городам Белоруссии. А песни-то друзьям нету. А ведь у меня такие друзья, как мне в жизни повезло на хороших людей и друзей, которые меня окружают и поддерживают во все мои минуты радости и счастья и горя и печали. И думаю, ну как же, обращался к своим поэтам. Но не могли они передать в стихах то, что бы мне хотелось услышать. И как-то в один прекрасный вечер родились стихи, с ними родилась музыка. Сделал я аранжировку, которой также является Дима Брегет. И с этой песней я ее подал на Республиканский фестиваль авторской песни. Я не шел туда за победой. Я шел туда поделиться и пожелать всем зрителям хороших друзей. Ведь на сегодняшний день очень важно, кто нас окружает. И я стал победителем среди 38 человек. Первое место. У меня, конечно, есть диплом. И для меня эта песня «Друзья» начинается вступление. У меня сразу мороз по коже. Для меня эта песня очень символична. Давай ее исполни сейчас в нашей студии. Сколько в жизни судьба не крутила, Извивала меня, как могла. И подарки она мне дарила, И любовью сводила с ума. Но как в жизни мне не было сложно, Мне друзья не давали пропасть. Я сегодня готов в этой песне Благодарность и честь им отдать. Благодарю я вас, мои друзья, Что вы рядом со мной всей душой. Пусть все сбывается, мечты сбываются, И наполнится дом добротой. Я поднимаю тост, ты самый дорогой, За вас, мои золотые друзья. Так будем жить до ста, без зла и колдовства, И не страшна нам любая беда. Жизнь порой к нам нелепо бывает, Но ее всем нам надо ценить, Потому что она нам дается Один раз для того, чтоб любить. И мы любим хорошие песни, Доброту, что судьба нам дала. И когда собираемся вместе, Нам не надо большого стола. Благодарю я вас, мои друзья, Что вы рядом со мной всей душой. Пусть все сбывается, мечты сбываются, И наполнится дом добротой. Я поднимаю тост, он самый дорогой, За вас, мои золотые друзья. Так будем жить до ста, без зла и колдовства, И не страшна нам любая беда. Благодарю я вас, мои друзья, Что вы рядом со мной всей душой. Пусть все сбывается, мечты сбываются, И наполнится дом добротой. Я поднимаю тост, он самый дорогой, За вас, мои золотые друзья. Так будем жить до ста, без зла и колдовства, И не страшна нам любая беда. Так будем жить до ста, без зла и колдовства, И не страшна нам любая беда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наш эфир продолжается. Валера, вот о чем хочу еще с тобой поговорить. По профессии ты маляр штукатуры. Да. Вот будучи уже профессиональным артистом, Часто вспоминаешь тот навык, эту специальность? На сегодняшний день, благодаря горону-вирусу, Что нету концертов, каждый день. И я больше скажу, что если бы я не был маляром, Я бы не был артистом. Потому что что такое автор-исполнитель? Постоянная работа на студии. За аранжировки платить надо. Костюмы, а я на них помешан. Я люблю, для меня сцена, это просто высокий уровень. Я постоянно шью костюмы. У меня Светлана Нестерович, которая моя модельер-дизайнер Всех моих концертных костюмов, она мне шьет их. Вот, поэтому я, все думают, что у меня какие-то спонсоры есть, Что меня кто-то спонсирует, что там непонятно. Все сам, все зарабатываешь сам. Если бы я не был маляром, ведь на малярке можно хорошо заработать. И семью прокормить, и в творчество выложить. Творчество, и когда стал артистом, я перед собой вырыл яму. Туда постоянно вкидываешь, вкидываешь, а когда оно купится. Концертные костюмы, диски выпустить, заснять концерт, Костюм пошить. Пятое, десятое. Постоянно... Все дело в том, что мы нашли чуть больше информации. Мы узнали, где в Минске ты живешь. Мы посмотрели, какой шедевр ты сотворил из своего подъезда И территории, которая перед подъездом. Да. Вот я попрошу нашего режиссера показать, А ты пока что прокомментируй. Вообще, как соседи к этому отнеслись? Соседи к этому никак не отнеслись сразу, потому что это уже не первый год, это уже лет семь у меня такая красота. Сразу, конечно, я начал с клумбы, посадил какие-то однолетники, а потом, конечно, многолетниками засадил, сделал эту клумбу, потом сделал ремонт входной группы, картины, цветы. Это вся была моя идея. Но потом я дошел до такого уровня, что ко мне приехало телевидение. И было оно у меня два раза. Телеканал СТВ меня показывали, снимали, и газеты писали, и журналисты приходили, фотографировали. Для меня просто я захожу, у меня везде должен быть праздник, где Валерий Коняхин находится. Ну, Валерий Коняхин сам приходит в студию, это уже праздник. Понимаете, прихожу, когда для меня подъезд, и вот эти стены, ну, это ж не тюрьма, это же общественное место, входная группа, первый этаж, все этажи идут через первый этаж. Ну, конечно, потом я как старший подъезда стал и требовать, чтобы это... Ты еще и старший подъезда? Я еще и старший подъезда. А старшим подъезда я стал только из-за того, чтобы это все поддерживать. Потому что сделай, тут же разобьют, и картины били, всего хватало. Но сейчас красота, порядок. У меня даже на окнах шторы висят. Приглашаю в гости, приедем и мы. Хорошо. Ну, а пока что музыкальная композиция «Моя молитва» продолжит наш эфир. После продолжим нашу беседу, окей? Да, да. Субтитры подогнал «Симон»! Я судьбы испытаю дороги, Расставания, вокзалы, тревоги. Посмотрю я на жизнь веселей, Потому что есть ты. К югу тянет гусиная стая, Вновь кружится листва золотая, Не согреет огонь в темноте. Для тебя я живу. Моя молитва — это ты Среди огня. Моя молитва — это ты Среди дождя. Господь, наверное, потому Хранит меня, Чтобы с тобою рядом быть Всегда. Нас торопит судьба и погода, Все спешат поезда, пароходы, Вдруг уедешь на несколько лет И забудешь меня. Я воскрес, мой твой голос услыша, Только губы все ближе и ближе Вновь согреют тебя В тишине на холодной земле. Моя молитва — это ты Среди огня. Моя молитва — это ты Среди дождя. Господь, наверное, потому Бог хранит меня, Чтобы с тобою рядом быть Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь, наверное, потому Хранит меня, Чтобы с тобою рядом быть Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжается наша музыкальная Среда. В гостях у нас сегодня Великолепный артист, певец И, как выяснилось, еще и Чтец Валерий Коняхин. Как стихи появились в твоей жизни, Которые не поешь, а читаешь? Первый мой друг, который ушел Из жизни, возрастной человек, Водитель Савмина, Николай Васильевич Шахов. Я к нему приходил в гости, Как к соседу. И он мне постоянно читал стихи, Читал, какие стихи. Думаю, боже, Николай Васильевич, Откуда вы эти стихи берете? Как вы пишете? Он говорит, с лампочки. А что тебе сложно? Возьми ручку и напиши. Думаю, да. Как-то начал писать. И получилось. И вот и песни ездишь, и музыка, И стихи мои. Но, конечно, это очень тяжело. Когда ты напишешь, это всплет свои эмоции. Это рифмованные строчки. Это тоже не то. Вот скажи, что... Что проще, прочесть стих или пропеть? И прочесть его легко, если ты его чувствуешь. С интонацией ты его прочитаешь. И споешь. Но отредактировать и сделать его так, Как он должен быть, Для меня это вообще невозможно. Когда я встретил, познакомила меня, Жизнь свела с достойными поэтами, И когда мне они объяснили, что это такое, И в каком состоянии должны быть стихи, Я больше писать не могу. Когда я понял, какие стихи должны быть, И какие требования у союза писателей К стихам. Окей, тогда продолжим музыкальную часть нашей программы. Я хочу предложить всем посмотреть Одну достаточно забавную видеоисторию. Это видеоклип на композицию Кума. Давай ее посмотрим. Кум прочнулся с позаранку, Куме собрался на мочанку, Положил шишбан мяток, Сказал коню на хуторок. Ай, кума моя, кума, Не зводи ты с розума, Твои бровы, твои очи не дают Спокоя в ночи, Не дают спокоя в ночи. Стол был накрытый смачной ежей, И блинки с мочанкой свежей, Ай, сюда саду и хлеб дух мяны, И мостные на поиск рамы. Давай, кума, кума с тобой до дна, Кап ты жила тут не одна, Не хай отходят тебя без смуты, И ты не ведала покуты. Ай, кума моя, кума, Не зводи ты с розума, Твои бровы, твои очи не дают Спокоя в ночи не дают Спокоя в ночи. Тут усяго было немало, И господиня добавляла, Убачил на ботельне гуся, Сказал, да воле я сдаюся. Ай, кума моя, кума, Не зводи ты с розума, Твои бровы, твои очи не дают Спокоя в ночи не дают Спокоя в ночи. Ай, кума моя, кума, Не зводи ты с розума, Твои бровы, твои очи не дают Спокоя в ночи не дают Спокоя в ночи. Пусть все не дают Спокоя в ночи. Кума моя, кума моя, кума моя, кума моя, кума, залея, гусь не дают Как всегда, эфирный час пролетает крайне незаметно. Напомню, что сегодня у нас в гостях артист, музыкант, певец, композитор, и еще и чтец, и маляр штукатур, и дизайнер-декоратор собственного жилища и для всех, и для каждого подъезд украсил. Валерий Коняхин сегодня у нас в гостях. Что пожелаешь своим поклонникам? Я пожелаю всем своим поклонникам, городу Гомелю и всех, кто сегодня смотрит этот замечательный, эту замечательную передачу, в первую очередь живем в сложное время. Берегите, дорогие, свою нервную систему, не растрачивайте свои эмоции на нервы, потому что все болезни от нервов. Берегите своих близких, будьте здоровы и счастливы. Любовь творит чудеса. Любите и будьте любимы. Всегда ваш Валерий Коняхин. Валера, огромное спасибо за то, что, преодолев снега и снежные заносы, ты добрался из Минска до Гомеля. Огромное спасибо за эту встречу. Рад знакомству и надеюсь, что... Это обзаимно. С новыми премьерами, с новыми творческими идеями. Ты всегда желанный гость в нашей студии. Ну а эту программу предлагаю закончить на музыкальной ноте. Твои композиции и великолепные песни «Благодарю за любовь». Друзья, вам же хочу сказать огромное спасибо за то, что этот час провели вместе с нами. Увидимся, как всегда, на телеканале «Беларусь-4». У каждого своя дорога Артистам быть не суждено Идя дорогою от Бога Сроднился с песней я давно Судьба мне словно подсказала Что петь на сцене должен я И песня с вами нас связала Все мы, как дружная семья Я вам признателен, друзья Что с вами ярче жизнь моя Из теплотой и душевных слов Благодарю вас за любовь За все цветы оплодисменты За искренность и комплименты За счастье встреч как в дивной сказке С лучами нежности и ласки Звучат прощальные аккорды А в них живет душа моя К вам мои руки распростерты Всегда любезные друзья А я брел дорогу счастья Идя за радужной мечтой Тебя зову в свои объятья Мой славный зритель дорогой Я вам признателен, друзья Что с вами ярче жизнь моя Из теплотой и душевных слов Благодарю вас за любовь За все цветы оплодисменты За искренность и комплименты За счастье встреч как в дивной сказке С лучами нежности и ласки Я вам признателен, друзья Что с вами ярче жизнь моя Из теплотой и душевных слов Благодарю вас за любовь За все цветы оплодисменты За искренность и комплименты За счастье встреч как в дивной сказке С лучами нежности и ласки За счастье встреч как в дивной сказке С лучами нежности и ласки С лучами нежности и ласки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова